На протяжении нескольких лет велась активная реконструкция бывшего здания казармы по улице лейтенанта Рябцева. Сегодня о его прошлой судьбе уже не напоминает ничего. Строители вышли на финишную прямую. Фасад привлекает необычную архитектуру и достаточно современными материалами отделки. Не менее интересен объект и внутри. Большое количество локаций предусмотрено на базе данного объекта. Хотелось бы отметить, что это последний возводимый объект на территории Республики Беларусь в областных центрах. Но, наверное, отличается он тем, что он возводится не за бюджетное финансирование, а в рамках реализации проекта международной технической помощи, то есть это прямые инвестиции. Конечно, мы надеемся, что при помощи системы образования Брестской области, которая очень заинтересована, имеет, наверное, полный контакт с нами в создании данного объекта, мы хотим максимально разыграть большое количество тех чрезвычайных ситуаций, которые могут происходить в нашей повседневной жизни. Они связаны не только с деятельностью МЧС, но, наверное, и с поведением на дороге, криминальной составляющей, поведением в лесу. Наверное, сейчас осень показала тоже, сколько людей теряется, и что людей надо элементарно учесть. Проект международной технической помощи, безопасность на трансграничной белорусско-польской территории, укрепление потенциала пожарных и спасательных служб, при поддержке Евросоюза начал реализовываться с осени 2018 года. Общая стоимость – порядка 4,5 миллионов евро. Его главный объект – Центр безопасности в Бресте. На площади в 600 квадратных метров разместятся около 20 интерактивных площадок, в рамках которых спасатели расскажут о безопасности языком технологий. Мультимедиа установки, яркая звука и светопередача, интерактивные доски. Посещать новые образовательные учреждения смогут и взрослые, и дети, причем как в рамках тематических экскурсий, так и лично. Здесь будут применены новые технологии, которые не применялись еще ни в одном из центров. Я думаю, не надо на них останавливаться, это будет небольшой интригой, сюрпризом, и на открытие, когда вы будете присутствовать, мы спросим у посетителей именно тот континент, которому мы создаем этот центр. Это дети, это подростки, школьники, которые должны максимально ощутить, как в обыкновенной жизни что-то может произойти. В ближайшее время здесь будет наведен порядок, заканчиваются монтажные работы. Ну и я думаю, что в скором будущем мы определим тот срок, когда данный объект мы введем в эксплуатацию, и максимально он будет работать на благо нашего общества. На следующей неделе начнется активная фаза монтажа оборудования. Этим занимается компания, уже работавшая над созданием аналогичных центров безопасности в других регионах страны. Открытие нового центра безопасности запланировано уже на февраль. Участие в торжественном мероприятии примут почетные гости, а также школьники. Именно они станут целевой аудиторией будущей учебно-образовательной площадки. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...